всем привет сегодня мы поговорим про очень актуальной теме который назревал последние пять лет о том как судьи тянут за уши московский футбольный клуб спартак называем по другому народе свиноферма хрю 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 вот ребят меня от честного заебалок от как откровенно тянут спартак прошу настолько наглый хамоватый и кроме этого на судьи оказывается постоянно давление с постоянное давление на оклады со стороны руководство так а конкретно заре мы конкретно фидона не постоянно по любой причине ноет 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 0 ребят вот это ныть йода постоянно недовольство судьи это дело не не просто так это сделано чтобы оказывать постоянное давление на это 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 обычная практика то есть это там кто-то что-то не свистнул ведь ты идешь и оказывается постоянно давление на судишь обсудить тебя боялись судить вот я не боятся судить потому что ну ну как же спартак нельзя плохо судить потому что за рима будет опять ныть и истерику заказа к все будет и сети свиные животные это про больничка спартака вот они опять будет ай газ рублей кархатой как пробиваться убили 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 настрахнули 71 они убили вот и вот эту просто надоело до постоянное давление руководство спартака все годы до наказу постоянное давление на суде и в качестве подтверждения я вам приведу пример статистику ошибок судей в пользу каких-либо команд или напротив да вообще для всех команд рпл и заранее скажу эту таблицу составлял спартаковский судья федотов который болеет официально за спартак представляете ли эту таблицу составлял спартак судя не вот эта таблица вот эта таблица она показывает какую команду больше убивали на первом месте этом урал который больше убивали да больше всего ошибок против них на втором месте локомотив потом краснодар да а какая же команда которую меньше всего убивали и наоборот их соперников заслуживали московский спартак ой ой блять а как он там оказался ой 5 5 ошибок в их пользу почему-то судьи приняли ой ой спартак убивают ой мамочка мамочка да это все неправильно это газпром лига это блять этот Franco выжило спорт от официальной сайт чемпионат ком эту стофт и ведь статистику выложил по фактор танковский судья спартак овский судья федотов вы представляете какую статистику мы увидели шли бы эту статистику выложил нейтральный судья не досток это надоело как тянут спартак меняст только надоело видеть хамства джики и и соболю которых каждом матче можно абсолютно точно выдолять Мне надоело смотреть, когда просто спартаковские защитники сбивают каждый матч, игроков соперники, там каждый матч может ворота спартака ставить минимум 3 пенальти. Ничего не делается, потому что постоянно угрозы судьям. Постоянные угрозы, постоянное давление. И это уже на протяжении 5 лет. Вот это настолько все надоело, потому что я считаю, что за постоянные угрозы судьям, постоянное давление, спартак нужно отправлять ПФЛ на 3 года. Это правда, постоянные угрозы, я не знаю, там семьям угрожают, вот что-то другое. Но мы видим факт налицо, что судьи боятся за свою жизнь и тянут спартак. Я показал вам статистику, это причем не моя статистика, не питерская статистика, не другая. Это статистика московского сайта, московского, чемпионат кона, мы все знаем, что это спартаковский сайт. Это статистика, более того, это статистика судьи московского спартака, который болеет за московский спартак. и он говорит что у Спартак больше всего тянут судьи, обшибаются в их пользу. Но у свиных животных всегда другое мнение, они говорят, нет, нет, Газпром, ай, как все плохо, это все, все видовало от Газпром, вас тянут за уши, вы сейчас должны находиться там, не знаю, на 18-м месяце, на 16-м месяце, на всего 16-м месяце, вот и все, так мерзко себя вести, как вы везете, почему вас и называют свиньями, потому что вы везете и вы ведете себя очень мерзко, после каждого спорного эпизода у вас нытье, да не после каждого, после каждого матча у вас нытье, вы говорите, что у соперника должны удалять 10 игроков, а не Спартак должен был пробивать 10 в пенальти, блядь, и как это все заебало, вот честно скажу, заебало, блядь, просто, вас суди тянут за уши, под угрозами вашего руководства бывшего, я не знаю, что сейчас будет, но то, что раньше было, это было угрозой, угрозой нытье, давление постоянно, ни одна команда РПЛ такого не делала, как делал Спартак и его руководство, вот и все, поэтому я и хочу, чтобы Спартак за свои дела, за все эти угрозы и давление на судей оказался в ПФЛ, даже не ФНЛ, в ПФЛ, потому что у нас за свои дела надо отвечать, вот и все, надеюсь я вам сказал свой спич и надеюсь в дальнейшем, в дальнейшем суди перестанут тянут Спартак за уши и будет наконец настоящее судейство, объективное судейство, где суди будут объективно судить Спартак, а не тянуть их за уши, потому что это мерзко уже смотреть, всем пока.